МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Елеман Раймбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Ушли в портал. Центры обслуживания населения закрыты, но по-прежнему оказывают 600 видов услуг. Зона риска. Теперь закрыты для всех и двери интерната для престарелых и инвалидов. Вы не одни. Под эгидой акции Безбергемис добровольцы протягивают руку помощи соотечественникам. Указом президента. С 23 марта все цоны временно закрылись. В Алматинской области приостановлена работа 24 цонов и 2 автоцонов. Однако получить услуги можно, но в электронном виде. Коронавирус уверенно вносит коррективы в жизнь казахстанцев. Почти все социальные объекты временно закрыты. Цоны и спеццоны в их числе. Учитывая важность объектов, работа будет продолжена. Для этого и создан портал электронного правительства ЕГОВ и приложение ЕГОВ Мобайл. 608 услуг можно получить не выходя из дома, а это 80%. В их числе справка о несудимости, с места жительства, подача ряда заявлений и многие другие. Для того, чтобы получить справку о несудимости, необходимо иметь компьютер, доступ к интернету и, естественно, ключ на себя. ЕГОВ портал доступен для людей. То есть ничего сложного там нет. Там все расписано, пошагово все показано. Те люди, которые сдали документы до закрытия цонов, они могут, конечно, получить готовые документы в любом цоне с 9 до 5 и в субботу с 9 до 2 часов. Добавим, в связи с режимом ЧП в стране свою деятельность временно приостановили и автоцоны. Однако выдача необходимых документов будет продолжена. Посредством мобильного приложения можно будет получить водительское удостоверение, техпаспорт, свидетельство по актам гражданского состояния. Я пришла в ЦОН, чтобы получить услуги. Мне специалисты сказали, что, оказывается, можно получать необходимые документы через сайт электронного правительства. Об этом услышала впервые. Далее мне наглядно показали все процедуры. Оказывается, все легко и доступно. Стоит отметить, большая ответственность возложена на сотрудников колл-центра 1414. В случае, если гражданин не сможет разобраться в портале электронного правительства, операторы всегда готовы все разъяснить. По региону работают 54 человека. Добавим, учитывая возникшую ситуацию, операторы связи переходят на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить непрерывность работы сетей. Алексей Цоид, Амиранитов, Кайрат Кастурганов, Телеканал ЖТСУ. В зоне риска пожилые люди. Из-за опасности подхватить вирусную инфекцию в закрытый режим работы перешел целый ряд социальных утверждений. В так называемой изоляции на сегодня оказались постояльцы дома престарелых и инвалидов в городе Текили. Какова обстановка утверждений, узнавала Евгения Присяжная. На сегодняшний день в здании центра, рассчитанном на 350 человек, проживают 308 получателей услуг. В их числе не только пожилые люди, но и инвалиды первой и второй групп. 47 сотрудников медицинского персонала неусыпно следят за самочувствием своих подопечных. Введенный в стране режим чрезвычайного положения обязывает усилить профилактические меры. Помимо ежедневных санитарных мероприятий, прилегающая территория объекта орошается гипохлоритом натрия. Полы, стены, перила, поручни, дверные ручки и другие контактные поверхности обрабатываются хлорсодержащим раствором. Работы по дезинфекции проводит Текилиская дистанция, с которой центр заключил договор в январе месяце текущего года. В связи с тем, что приближается коронавирус, приняты все меры. Все опекаемые сейчас сосредоточены в своих комнатах, в своих палатах. Питание и лечение обеспечиваем прямо в комнатах. Как можно меньше контакта, как можно больше изоляции. Чтобы не подвергать пожилых людей опасности, решено свести к минимуму количество посещений. Для минимизации рисков центр Шапогат оснащен изолятором на 10 коек, куда попадают на карантин вновь прибывшие. А на случай подозрения инфекционного заболевания объект располагает одноместным боксом. Его основное назначение – изоляция больных в целях профилактики вирусных заболеваний внутри центра. Все эти меры необходимы, учитывая, что пожилые люди наиболее подвержены риску. К слову, контроль за работой центра Шапогат ведут 13 членов комиссии из числа получателей услуг. Мероприятия самые строгие, карантинные, то, что положено по особо опасным инфекциям. Масок у нас в изобилии, дефицита нет, поэтому проблем никаких нету ни с питанием, ни тем более с дезрежимом. И сказать огромное спасибо нашим всем сотрудникам за то, чтобы мы были сохранены для дальнейшей жизни. Инспекторы по трудотерапии шьют многоразовые многослойные маски, обеспечивая ими работников и подопечных центра. Отметим, что на сегодняшний день в условиях стационара услуги получают свыше 60 престарелых и инвалидов различных групп, а также 46 тружеников тыла. Лечебный персонал из числа врачей-терапевтов, невропатолога, психиатра, хирурга, окулиста оказывает всю необходимую первичную медицинскую помощь. Мы ради вас остались на работе. Вы ради нас оставайтесь дома. В случае необходимости специализированной медицинской помощи мы вызываем скорую помощь, отправляем больных или в город Талдукурган, или же отправляем в Текилийскую гору больницу. Медикаменты в достаточном количестве. Кроме основного спектра, получателям услуг предоставляются также различные технические средства реабилитации. Функциональные кровати, ходунки, трости, инвалидные кресла-коляски, передвижные столики и другие приспособления, которые существенно облегчают жизнь людей с особыми потребностями. В список 180 стран и территорий, охваченных пандемией по коронавирусу, к сожалению, входит и Казахстан. Наши соотечественники наряду со всем миром активно поддерживают друг друга в столь сложный период. Волонтеры Алматинской области совместно с предпринимателями региона ежедневно организуют трехразовое питание для дежурующих на санитарных постах. Однако это не весь перечень добрых инициатив. С момента введения чрезвычайного положения в стране усилена работа некоторых служб. Это полицейские, медики и санэпидемиологи. На страже они 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Соответственно, не хватает времени ездить домой даже на обед и ужин. В этом им помогают волонтеры региона. Уже больше недели они развозят горячее питание дежурным службам. Помощь им в этом оказывают предприниматели региона. Наши ребята, волонтеры совместно с предпринимателями организовали горячие обеды на блокпосты. То есть откликнулись не только жители, но и предприниматели. Кормили два раза в сутки. Также мы возили им воду, меняли каждый день. Фреш-су предоставлял воду. В данный момент мы привезли горячие обеды в город Текили для работников-дезинфекторов, которые обрабатывали парк к нашему приезду. Просто таки они парк обрабатывали и раздали горячие обеды. Абсолютно в каждом регионе усилена работа по дезинфекции территории. Например, в городе Текили специально оборудованная техника. Производит профилактику в общественных местах. В основном это парки, тротуары, остановочные комплексы и торговые центры моногорода. В общей сложности ежедневно охватывается более 9 тысяч квадратных метров. Привлекли специализированную организацию, которая имеет лицензию. Заключили договор с ними на месяц. Где-то до 16 апреля работа будет продолжена. А там посмотрим, как это пойдет. Ну, здесь задача, чтобы как больше делать дезобработку, чтобы не распространять данный коронавирус. И поэтому, особенно где дети играют, детские площадки. Ну, по линии ЖКХ где-то 7,5 тысяч квадратных метров охват. И по линии транспорта это улицы, тротуары, остановки. 1200 квадратных. С каждым днем число волонтеров в области увеличивается. Соответственно, добровольцы намерены охватить большую часть региона и доставлять пищу уже в отдаленные местности области. Представители бизнес-структур в эти дни теряют доходы, поскольку вынуждены останавливать производство, прекращать торговлю и сворачивать услуги. Тем не менее, они готовы предложить любую помощь на благо тех, кто круглосуточно стоит на страже здоровья каждого из нас. Азадж Маханов, Ерлан Азамбая, телекомпания ЖТСУ, Тикили. Под эгидой Бергемис ЖТСУ практически в каждом уголке Алматинской области проводятся благотворительные акции. Таким образом, партия большинства, волонтеры и спонсоры помогают соотечественникам в трудную минуту. В рамках мероприятий несколько семей из Талткургана и из Кельдинского района получили пакеты с хэштегом акции. Республиканскую акцию Безбергемис широко поддерживает во всех уголках Алматинской области. Узнав об этом жести благотворительности, Талткурганка Лаура Акимжанова обратилась к волонтерам посредством интернета. Немедля бойцы добрых поступков отправились к ней с продуктами первой необходимости, масками и антисептическими средствами. Воспитывать двух дочерей нелегко, так как муж погиб. Особенно, когда во всем мире начался кризис. И вот такая поддержка от общества дает незначительную помощь в материальном и духовном планах. Спасибо вам за это. Также волонтеры наведались к жителям села Кораблак и из Кельдинского района. К примеру, набор продуктов и медицинских препаратов получили от Арбековы. Глава семейства Агирки воспитывает троих детей одна. В целом в Искельдинском районе мы на этот раз помогли троим многодетным социально уязвимым семьям. Существенную поддержку в обеспечении продуктами нам оказалась семья Ушкин-Пировых из Талткургана. Наша цель – обезопасить население от болезни, стремительно охватывающую планету и выполнить свой гражданский долг. Списки формируются с учетом материального и социального положения получателей. В планах у волонтеров обеспечить как можно больше населения медицинскими масками, антисептическими средствами и продовольствием. Для этого активно привлекаются бизнесмены и меценаты, отмечают организаторы. Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 540 тысяч человек. США поставил новый антирекорд, обогнав Китай по количеству инфицированных. Число подтвержденных случаев заражения продолжает расти. Самая серьезная ситуация в Нью-Йорке. Там, прямо на Манхэттене, развернули полевой морг. По миру всего погибших свыше 24 тысяч человек, выздоровеющих более 124 тысяч. В связи с пандемией коронавирусной инфекции, Международный Олимпийский комитет окончательно объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Ранее премьер-министр Японии Синзо Абе в телефонном разговоре с президентом Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом Предложил отложить соревнования. Они должны были состояться с 24 июля по 9 августа. Синзо Абе сообщил журналистам. С учетом нынешней ситуации мы выдвинули инициативу о переносе игр на год. Президент Бах на 100% ее поддержал. Решение принималось исходя из необходимости обеспечить безопасность зрителей и спортсменов. МОК решил, что игры сохранят название Олимпийских и Паралимпийских игр Токио 2020. В следующем году Олимпиада может быть проведена в тех же масштабах, что и было запланировано. При этом вопрос о том, сокращать ли их, еще предстоит обсудить, сказал председатель оргкомитета Токио 2020 Йосиро Мори. Беспрецедентная операция во Франции. Переоборудованный под медицинские нужды скоростной поезд TGV доставил первых пациентов с COVID-19 из переполненных больниц региона Гран-Тест в медучреждения на западе страны. В первом рейсе 20 пациентов и сопровождающие их врачи. В Милюзе развернут военный полевой госпиталь. 35 мест для тех, кто нуждается в интенсивной терапии. Темпы распространения коронавируса растут с каждым днем. В стране уже более 29 тысяч инфицированных. За 24 часа от COVID-19 умерли 365 человек, что стало антирекордом. В продолжении выпуска другие интересные события. Оставайтесь с нами. Деньги не пахнут. Преступная группировка в Алматинской области незаконно отмывала деньги. Счет идет на сотни миллионов тенге. Большая стройплощадка. В Талдыкургане набирает обороты строительства жилья. Планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи квадратных метров построек. Всевидящее око. Областной центр активно вооружается камерами видеонаблюдения. А между тем, в Казахстане уже выявлено 137 фактов заражения коронавирусом. Один случай с летальным исходом. Вызревших трое. Это последние данные с официального сайта по ситуации с коронавирусом в Казахстане. Добавим, сегодня Госкомиссия в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции утвердила решение о приостановлении с 30 марта по 5 апреля в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением центральных государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения. Полный список будет определен по согласованию с акиматами городов. Полицейские Карагандинской области передали в административный суд уже больше 80 дел, сообщает корреспондент Хабар-24. Все они касаются нарушений режима чрезвычайного положения. Около 30 из них уже рассмотрено. 11 человек получили административный арест, остальные оштрафованы. Напомним, в регионе COVID-19 подтвердился у 4 человек. Все эти случаи завозные. Заболевшие не являются жителями Карагандинской области. Инфицированные проходят лечение в изолированных боксах. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Всего на карантине с круглосуточным наблюдением находятся 295 человек. При проведении оперативно-профилактического мероприятия Stop.ObNAL следственно-оперативной группой Департамента экономических расследований по Жамбулской области Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан установила, что житель Тараза с 2017 по 2019 годы занимался незаконным обналичиванием денежных средств, передает закон КИЗЭД. Как выяснилось, с 2017 по 2019 годы данным жителям и его доверенными лицами в банках второго уровня Жамбулской области было обналичено более 2,2 млрд тенге. В рамках досудебного расследования проведены обыски по адресам проживания членов ОБГ, где обнаружены изъяты печати фирм-однодневок, ноутбуки и компьютеры. Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, промышляющей незаконным отмыванием денег в Алматы, Шимкенте и Алматинской области. Об этом сообщили сотрудники областного департамента экономических расследований. В ходе следственных мероприятий было установлено, что подозреваемые были причастны к выписке фиктивных счетов актур и других первичных бухгалтерских документов. В ходе обыска обнаружены более 100 штампов, учетных документов, кассовых аппаратов и фискальных чеков различных предприятий. Для ведения незаконной деятельности члены организованной преступной группы использовали в качестве офисов хостелы. В настоящее время по данному делу ведется досудебное расследование. Сумма уклонения от уплаты налога в государство составила 200 миллионов тенге. За совершение подобного деяния Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Один из подозреваемых в настоящее время находится под стражей. Продолжаем выпуск. Безопасные дворы появились в этом году в городе Талдыкурган. Полицейским и председателям КСК удалось убедить жильцов многоэтажек и сделать свое жилье безопасным. За установленное видеонаблюдение к коммунальным счетам добавится всего 300 тенге. Зато во дворах и подъездах будет гораздо спокойнее и безопаснее. Рассказывает Антон Хатиновский. Это именно по порядку. Первый подъезд, вот второй, вот третий, вот четвертый. Это вход, подъезд, вход, подъезд, вход, подъезд, вход, подъезд. Специалисты IT-технологий рассказывают о возможностях установленных видеокамер. Теперь все отснятое во дворе и подъездах будет храниться в памяти сервера более 30 суток. А это значит, что в случае необходимости без труда можно установить, кто был в то или иное время. По вот этому адресу, Назарбаева 68, дробь 78, нами были установлены 8 камер по проекту. В каждом подъезде получается входная зона и внутри подъезда. Те камеры, которые находятся на улице, они охватывают территорию дома, парковочные места. Сейчас в проекте получается в этом же доме даже до установки еще трех камер на территории двора. Конечно, такое удовольствие не из дешевых. На оборудование одного безопасного двора необходимо порядка полумиллиона тенге. Понятно, что самостоятельно потянуть такую сумму под силу не каждому КСК. Поэтому одна из фирм решила установить камеры наблюдения, взимая с жильцов лишь об анплату. Это для нас, для жителей, конечно, очень важно, что камеры установили. Я думаю, кражи не будет. И были кражи в домах? Кража, да. У нас даже часто было. И у меня была кража. Это было 5-6 лет тому назад. Следует отметить, что это не единственный безопасный двор в областном центре. По желанию жильцов можно дополнительно установить шлагбаумы. Таким образом будет установлен контроль и завъезжающим транспортом. Уверены, что такие меры существенно повысят безопасность и уменьшат количество имущественных преступлений. Мы проводим разъяснительную работу с гражданами. Видеонаблюдение уже доказало свою эффективность. Где установлены камеры, там практически не совершаются правонарушения и преступления. Сейчас ждут своей очереди к подключению видеонаблюдения еще несколько талдыкурганских дворов. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Строительный бум. Свыше 132 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в областном центре. Это на 10% больше по сравнению с 2019. Основными эпицентрами строительства станут коттеджный городок и микрорайон Берлег. Помимо домов и квартир ожидается возведение и ряда социальных объектов. Более подробно об этом расскажет Анора Мангелинов. Новое студенческое общежитие, рассчитанное на 288 мест, станет украшением не только микрорайона Каратал, но и всего Талдыкургана. На территории объекта расположится парк отдыха, спортивные и игровые площадки. Также на местности планируется высадить более 4000 саженцев, кустарников и деревьев. Порядка двух десятков видов. Сейчас работы по благоустройству территории ведут 70 человек и 30 единиц техники. По словам властей города и подрядчиков, до сдачи объекта в эксплуатацию осталось немного. На сегодняшний день работы выполнены на 70% от первоначального проекта. Проект два этапа. Сейчас мы работаем по второй очереди. Работа на 70%, озеленение идет, брусчатка, арычная система, проводка электричества и уличное освещение. Завершение у нас планируется где-то в районе третьей декады апреля, начала мая. Если в Каратале строительные работы близки к своему завершению, то в микрорайоне Берлик начались. Кирпич за кирпичиком возвышается 11 многоэтажек. Суммарно они составят более 300 квартир. На сегодняшний день работы идут по графику. Сдать дома ответственные лица должны до конца текущего года. Однако ситуация с коронавирусом может внести коррективы, говорят власти города. Проблемный вопрос есть. Это доставка строительных материалов. Это из города Алматы, это из китайской стороны. Если с городом Алматы есть договоренность и по специальным пропускам нас пропускают, то с Китаем там есть нюансы, когда долго задерживается автомобильный транспорт на переходе таможни. Кроме этого еще один вопрос, это рабочие руки. Пожалуйста, мы готовы пригласить сюда тех граждан, которые временно освобождены от работы в связи с коронавирусом. У нас зарплата здесь каждого объекта от 100 до 200 тысяч тенге. Если есть желание здесь работать через центр занятости, мы можем напрямую переговорить с руководством компании, чтобы они приняли на работу. На стройплощадках областного центра порядка 300 вакансий, нехватка рабочих рук и на самой масштабной в коттеджном городке. В этом году власти города планируют сдать в эксплуатацию 403 дома. На данный момент начато строительство 265 коттеджей. По словам подрядчиков, в настоящее время выполнено более 10% работ. В целом площадь одного коттеджа составит 90 квадратных метров. Помимо этого планируется строительство социальных объектов. Возведение школы на 900 мест намечено в августе. Здесь планируется построить спортивные площадки. Это футбольное поле, баскетбольное поле, волейбольное поле. Также место здесь предусмотрено на территории коттеджного городка. Кроме этого, за счет инвестора будет построен торговый дом вдоль дороги Алматы-Талду-Гурган. В этом году уже начнется, сейчас у него идет подготовка проекта. Кроме этого, здесь намечается строительство общественной бани. Тоже через инвестора. Также определен, земля определена. Они тоже готовят сейчас проект. Теперь медпункт у нас будет строиться через нас, через отдел строительства. Мы землю оформили сейчас. На сегодняшний день также идет проектная работа. Всего в 2020-м руководство Алды-Гургана планирует ввести в эксплуатацию свыше 132 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 66 тысяч возводится за счет бюджетных средств. Ануар Амангельдинов, Нуржан Муканов, телеканал ЖИТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин